Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai iX35 2011 года выпуска двигатель 2 литра, дизель автомат, передний привод пробег на автомобиле 147 тысяч километров заменю на нем задние тормозные колодки поднимаю автомобиль снимаю оба задних колеса поднял автомобиль, снял колеса откручиваю два болта головка на 14 снимаем супор колодки у нас практически полностью изношены все здесь не осталось накладки она вот-вот бы начала цеплять внутренняя накладка у нас немножко толще следовательно проверяем направляющие мягко мягко направляющие ходят, но смазку мы на них меняем поддеваю и снимаю пластинки чищу их и чищу посадочное на скобе суппорта на скобе суппорта поддевают премい пластинки поддевают столбик пластинки лепестки парт в стакане шук пластин Пластинки я также почистил, устанавливаю их на место. Снимаю направляющие, убираю смазку, чищу направляющие и изнутри смазку убираю. Беру тряпочку, наматываю ее на отвертку и вытаскиваю старую смазку из скобы. Смазки-то практически нет. Беру шприц, в шприце у меня смазка фирмы ФЕБИ. За пыльник добавляю немножко смазки. Беру направляющую, я ее почистил, не толстым слоем смазываем ее. Добавляем чуть-чуть сверху, вставляем и покручиваем. Заводим на место, вдавливаем и держим. Если у нас воздух выскочил, это хорошо. Если у нас воздух не выскочил и она продолжает быть вот так вот подперта, это нехорошо. Значит у нас внутри лишняя смазка и ее надо удалить. Но я попробую сейчас удавить. Пыльник оделся. А, все, все нормально. Видно, у нас подпора не стало. Уходит до самого конца. Направляющая двигается. Также снимаем верхнюю. Снимаем пыльник. Верхняя у нас демпфером. Вытираем ее. Тоже беру тряпку. Наматываю на отвертку. И убираю оттуда старую смазку. Смазки видно тоже совсем чуть-чуть. И так же добавляю немножко смазки. Запыльник в направляющую. Направляющую смазываю. Резиночку смазываю. Все ее пазы. Чуть-чуть добавляю сверху. И завожу пыльник. Вдавливаем. Немножко покручиваем. Все. Вот они у нас. Они немножко поджаты. Выпускаем воздух из-под пыльника. Подбиваем. Воздух выпустил. Смазка там у нас присутствует. Берем новые колодки. Новые колодки фирмы Саншинг. Номер их заклеенный. СП-1187. Колодки у нас здесь. Одни с пескуном и без пескуна. Пескун у нас идет во внутреннюю сторону. Устанавливаем. Без пескуна у нас идут снаружи. Устанавливаем. Теперь мы берем поршень. Протираем его маленько. Подбиваем аккуратненько отверточкой в пыльник. Чтоб не повредить. И заводим шприц. Добавляем чуть-чуть смазки. Разгоняем ее по кругу. По возможности. Сколько сможем. Берем струбцину. И топим поршень. Пыльник у нас не выступает. Берем аккуратненько и одеваем. Суппорт на место. Наживляем болты. Закручиваем. И закручиваем. Тормоза. Взбиваем. Аналогичным образом мы меняем со второй стороны После этого опускаем автомобиль Нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза Выбираем свободный ход И на этом замену задних тормозных колодок я закончил Всего вам доброго